Всем привет! Меня зовут Марина и я рада вас приветствовать на своем рукодельном канале. Сегодняшнее видео это тег, новогодний марафон, который мне передала Лена Ветрова, в котором можно ответить на вопросы. Лена, тебе огромное спасибо за то, что ты решила передать мне этот тег. Мне вообще первый раз снимаю тег какой-то, да, и первый раз буду отвечать на какие-то вопросы. Поэтому для меня это впервые и никто никогда мне не предлагал ответить ни на какие вопросы. Поэтому большое тебе спасибо, попробую ответить и самой даже интересно, что из этого получится. Перед вами моя работа. Это процессориолиас, который я сейчас вышиваю. Масленица, ну вы видите, что она в пальцах, да, и поэтому не очень удобно, конечно, ее показывать. У меня тут случилась неприятность, закончились ниточки на солнышке. В риолисе у меня такой первый раз. Вот, поэтому я, конечно, в шоке. Подобрала немножко вот тут вот замену. Это 725 цвет. Конечно, не совсем тот, но так как здесь поверху будет еще бэкстич, я думаю, все должно получиться нормально, вроде бы, ну, как бы он все равно будет наверху по рисунку, поэтому он скроет вот эти вот небольшие какие-то переходы, да, которые не совсем правильные. Ну, посмотрим, в общем, что получится. Все равно ждать ниточки или где-то подбирать. Как вы знаете, у риолисы нет, не написано номера, поэтому вариантов тут у меня нету. Буду вышивать тем, что есть и тем, что подобрала. Тем, кто вместе со мной вышивает сейчас легкой иголочки, ровных крестиков, и, естественно, смотреть на экран не обязательно, да, вы можете меня просто слушать. Девчонки, только заранее извиняюсь. Я не готовилась к этому тегу, и поэтому иногда, возможно, буду даже зависать, потому что, ну, не готовилась, да, и не знаю точных ответов. Все это, конечно, очень так, первый раз у меня, поэтому давайте попробуем, посмотрим, что же из этого выйдет. Итак, значит, тег, как я поняла от канала Женя говорит, возможно, я ошибаюсь, просто не нашла информации именно, да, чей это тег. И тут всего пять вопросов. Первый вопрос. Цель открытия канала. Цель открытия канала. Для чего же я его открыла? Ну, во-первых, рукодельный ютуб я смотрю не так давно. Ну, вот прям, наверное, вот так вот, плодотворно, да, и постоянно я смотрю его, наверное, ну, года полтора-два. Вот. Начала его смотреть, даже вот не помню первое видео было чье, но точно знаю, что когда я посмотрела первое видео какой-то девушки, да, на меня это произвело просто колоссальное впечатление. Я вообще не знала, что кто-то может вышивать, показывать свои работы, о них рассказывать так подробно, показывать какие-то отчеты. То есть для меня это было тоже, вот, как девчонки говорят, целый мир. И мне очень нравится, что все это меняется. То есть постоянно происходит смена сюжетов, показывают постоянно какие-то новинки, какие-то новые техники, как девчонки вышивают, ну, как бы приоткрывают вообще свои... Какие-то рукодельные уголки показывают, да, где они вышивают, чем вышивают, на чем вышивают. Для меня, конечно, это было очень-очень интересно, и для себя я открыла много всего нового. Вы знаете, вот сейчас дома, наверное, первым каналом был канал Маус Юли, который мне посоветовали ВКонтакте. Раньше была такая, знаете, группа ВКонтакте, она и сейчас есть, вышиваю крестиком, но раньше она была такая, наверное, самая-самая активная группа. Девчонки в ней очень много выкладывали своих каких-то фотографий, своих каких-то сюжетов, своих работ. И вот, скорее всего, в этой группе кто-то посоветовал этот канал, и я туда зашла. Да, конечно, у Юли там были потрясающие работы, и мало того, она вышивает, она еще и очень много шьет. И поэтому, конечно, знаете, я очень рада, что первое знакомство такое, да, вот с рукодельным ютубом началось именно с Юли. Потому что, конечно, она задает такую планку качества и видео, и качества, ну, обсуждения, да, таких тем. То есть у нее очень хорошая речь, у нее всегда много там чего-то интересного. Плюс она свои работы не просто складывает там про лунчика, а очень много оформляет, показывает на практике, да, делится каким-нибудь ДМК. И, конечно, когда попадаешь вот так на ее канал, это вообще любовь с первого взгляда, и он тебя очень-очень стимулирует. Поэтому вот я очень рада, что первой мой такой влюбленностью был канал именно Юли, да, рукодельный ютуб. И я, наверное, тоже захотела снимать и что-то показывать. Конечно, я понимаю, что мне до Юли как до Луны, но все равно, вы знаете, если ничего не начинать, ничего не пробовать, ничего и не будет. Я очень долго всему учусь, очень долго запрягаю. И поэтому вот если я не сделаю первый шаг какой-то, да, даже вот в записи первого видео, да ничего не будет. Я же прекрасно понимаю, никто мне не скажет, слушай, а ты не хочешь вот повышевать, поснимать, попоказывать? Да никто не скажет, поэтому надо пробовать самим. И цель у меня была такая, поснимать, и больше это как рукодельный такой, знаете, дневник, чтобы потом посмотреть, что я вышивала, какие работы. Я очень люблю смотреть на продвижение, как у меня идет процесс, что новенького в нем. То есть вот, знаете, люблю до и после, да, вот эти фотографии, поэтому, скорее всего, тоже вот это было таким основным, для чего я это завела. А уж, вы знаете, когда мне написали там первый комментарий, это было вообще просто. Со мной кто-то разговаривает, то есть мало того, я записала видео, да его еще и посмотрели, да еще и что-то написали мне. Это было вообще полный вообще восторг такой. И я, конечно, была просто в шоке, когда вот незнакомые люди тебе пишут это что-то. Это было очень приятно. То есть целью открытия канала для меня было это больше такие рукодельные дневники, рукодельные записи. Ну, а потом уже, конечно, когда пошла обратная связь, это вообще был просто вот такой стимул что-то показывать и что-то снимать. Так, ну, на первый, я думаю, вопрос я ответила. Сейчас я загляну. Второй вопрос. Так, поддержали ли родные? Поддержали ли? Ну, во-первых, муж, да? Муж, конечно, когда я ему сказала, я буду снимать, он так пошутил, блогер. Ну, знаете, да, как мужья, да, сначала так на это все реагирует. Но он мне очень помог, вы знаете, сначала я не умела вообще никак монтировать, никак ничего не вставлять, вообще даже загрузить видео не могла. И, конечно, он мне очень помогал с загрузкой видео. Мы это все скидывали на компьютер, потом с компьютера как-то на канал. Все это почему-то было так долго, все, что-то мы ждали, почему-то по полдня, когда оно загрузится. В общем, даже вот эти такие первые, да, не совсем хорошие, там, качественные, никакие они не сложные были видео, да, там никаких заставок не было. Ну, почему-то все это было так долго, и я, конечно, очень благодарна, что он мне помогал, показывал. Я очень-очень стеснялась того, что я говорю, потому что, ну, хобби, оно для меня такой, знаете, процесс очень, как сказать, сказать, что интимный я не могу, да, но я бы сказала, он вот лично очень мой. И в свое хобби вот людей, которые к этому не имеют отношения, ну, как-то вот, не знаю, я стесняюсь привлекать. И поэтому, конечно, когда он меня слушал, я там что-то обсуждала, он там улыбается, а мне, ну, я не знаю, мне так неудобно. И, конечно, вот это вот стеснение мое было, ну, сложно побороть, да я и сейчас стесняюсь, честно говоря, и редко вообще говорю о том, что я вышиваю там в каких-то, да, кругах, не рукодельных, вот, поэтому как подержали? Мама у меня не знает про это. Про это знают, наверное, ну, не, наверное, точно знают дети, да, они, как мне все время говорят, ой, мам, сколько у тебя подписчиков, мама, сколько лайков, мам, ну, как твое последнее видео? То есть они, когда я иду снимать, мамке снимать, там они, то есть они как-то на это реагируют, и они даже, знаете, как бы гордятся, уж не знаю, говорят они кому или нет, мне бы вообще никому бы не говорили, вот, но, естественно, знают и помогают, и могут там где-то и какую-то подставку организовать, и букет нарвать, и, ну, как-то освободить мне место, то есть я же снимаю на детском столике, да, где дети у меня делают уроки, поэтому, если нужно снимать, я там говорю, ребят, мне нужно снять, освободите мне, вот они меня освобождают. Из других родственников, конечно, меня никто не знает, и я не хочу особо, чтобы знали, потому что, еще раз повторюсь, я стесняюсь, люди не очень понимают, чем я занимаюсь, и, ну, не совсем такие, скажем так, творческие, да, поэтому вот так вот. Кто еще знает, ну, возможно, знают там какие-то коллеги по работе, не знаю, знают или нет, но, опять же, не очень я бы этого хотела, потому что, опять же, я очень стесняюсь, вот. Вот, это такой мир, который мой, и если человек это не оценит, я не хочу никакого осуждения, не хочу никому ничего доказывать, поэтому, знаете, вот лучше, ну, не знают и не знают, как было, ничего страшного, никакой славы мне не нужно, и поэтому вот такое у меня к этому отношение. Так, третий вопрос. Огорчила ли меня работа на канале? Так, в каком плане огорчила? Ну, наверное, знаете как? Я вижу развитие своего канала, да? Конечно, я смотрю, когда совсем старенькие видео, я немножечко считаю, что где-то они недоработанные. И поэтому какие-то видео, конечно, я бы пересняла, но это нормально. Это, вы знаете, вот такая как бы эволюция, да, которая у нас происходит, и даже в нашем творчестве мы растем, мы развиваемся, и поэтому не надо на это так смотреть, что вот, вот я тут вот так вот сделала плохо, вот тут, потому что без вот этих первых шагов не будет и последующих, да? Есть люди, которые сразу делают все очень хорошо. Но поверьте, это единица. В основном все учатся на своих каких-то ошибках, и это нормально. И потом вот как бы корить себя за это, ну зачем? Ты же видишь, адекватно оцениваешь то, что у тебя становится лучше, да? И зачем, ну как бы вспоминать то, что было, да? Вот я бы сейчас пересняла бы. Все равно не будет ни того настроения, ни тех работ, ни того ощущения. Да даже вот, знаете, свои мысли, которые-то, они отличаются. И те мысли, и вот спустя какое-то время они отличаются, и поэтому, наверное, не стоит посыпать голову пеплом, да? Огорчает, что еще меня на канале? Конечно, меня огорчают дизлайки. Мне все время хочется спросить, почему, что не так? Потому что есть люди, знаете, может быть, они ставят дизлайки, но они потом пишут, вот у вас там звук был не такой, или вот какое-то было шуршание, или там не могли бы вы сделать погромче. Или может быть, знаете, даже вот люди, когда показываешь долгострой свои, или процессы, и у них вот это отношение к тому, что вышиваешь много процессов, или к тому, что там ты что-то запустила, да, и не берешь работу, у них негативно, естественно, потому что они, может быть, вышивают быстрее и лучше, там, и берутся только за один процесс, не ставят дизлайк за это. И я даже, вот знаете, я это очень ценю, когда люди вот, во-первых, пишут, или свое мнение вот высказывают так, то есть вот, что ты тут набрала целую кучу, могла бы взять один процесс и вышивать. И, скорее всего, я понимаю, что вот какие-то дизлайки именно за это. Это огорчает. Огорчает, когда снимаешь хорошее видео, красивую картинку, пишут мало комментариев, но не все на это обращают внимание, потому что ты как бы стараешься, ты вот, знаете, я вот по натуре визуал, я очень люблю красивые картинки. И вот, допустим, если я стараюсь показаться какие-то цветы, да, или чтобы вот вы смотрели, если вы сейчас не смотрите на процесс, вы смотрите на цветы или на какие-то детали, и вы вдохновляетесь, вас это радует, у вас поднимается от этого настроение. То есть я вот стараюсь, чтобы было так. И когда люди не замечают этого, ну, немножко обидно, ну, огорчает это? Да, наверное, может быть, чем-то огорчает, но, вы знаете, потом пересматриваешь, думаю, блин, какое красивое видео, вот прям смотришь, даже особенно зимой, летней, смотришь, думаешь, ой, какая же красота, какие же цветы, как птички поют, то есть вот даже мне от этого хорошо. Ну, ладно, успокойся и как бы тебя порадовало очень хорошо. Так, что еще огорчает? Да, наверное, больше ничего. Вот, в плане в том, что много подписчиков, ну, как много для меня, много подписчиков, а смотрят не так много. Сейчас, девчонки, посмотрю в схему просто, то я вообще сейчас вышивать не буду. Два дела делать одновременно для меня очень непросто. Я так не совсем умею. Так, здесь, значит, у меня это и это, и на одну, наверное, меньше. Так, еще раз. В плане в том, что подписчиков много, да, подписчиков много, а смотрят мало. Вы знаете, вот вообще на это не стоит, мне кажется, обращать внимание. Я объясню, почему. Вот смотрите, допустим, вот вы там пришли с работы, у вас тяжелый день какой-то, да. Ну, я опять же сужу по себе. Я смотрю, какие новые видео появились, да. Естественно, у меня есть любимые блогеры, я смотрю там, вот, там, эта девочка выпустила новое видео, там, эта. У меня настроение не очень. Мне хочется очень спокойное, такое душевное, тихое видео, да, чтобы я слушала внимательно человека, чтобы у него была спокойная речь, все. И я там посмотрю, какие видео предлагаются, там, 150 моих процессов, или там, там, мега новость, или мои суперпокупки. Навряд ли я выберу это видео, потому что сейчас я, наверное, скорее всего, посмотрю какой-то либо тег, либо видео, где девушка спокойно там сидит, вышивает, о чем-то рассказывает. То есть вот такое. Когда выходной. Хочется, знаете, как вот было это выходной, хочется включить громкую, веселую музыку, также хочется какого-то такого радостного, веселого блогера посмотреть. Не то, что веселого, я бы сказала, оптимистичного. Хочется такого заряда. Естественно, я посмотрю по видео, так, ага, вот мои 150 процессов, там, или, ой, что же я натворила. Вот, скорее всего, я включу это видео. Я, конечно, кладу эти видео в смотреть позже, те, которые, вот, допустим, сейчас не под мое настроение. И бывает, я вообще их через месяц просматриваю. Но я его все равно откладываю, как-то запоминаю. То есть вот, вы знаете, ну вот сейчас мое видео, допустим, вы не хотите смотреть. Ну и не посмотрели вы его, не посмотрели. Вот так говорить, что вот я хочу, чтобы каждое мое видео смотрели. Да все по настроению. Мы даже вот фильмы, да, бывает, включаем, то нам комедии нравятся, то мелодрамы, все по настроению. Вы же не смотрите постоянно там вот одного и того же актера, вот надо его смотреть, и все. Или там тот же сериал, да. Всякое бывает. Поэтому я считаю, на это не стоит обращать внимание. Бывает вообще такое, что вот я раз там откладываю, откладываю видео, потом загляну в папку смотреть позже, думаю, ой, сколько же у меня сейчас вот видео вот от этого вот человека под настроение, да, которого сейчас я хочу посмотреть, и он у меня, смотрю его весь день как сериал. Прям включаю все эти видео и смотрю, смотрю, смотрю. Вот прям мне, знаете, как беседа с этим человеком на целый день, да. И вдохновляюсь там его работами, слушаю его. То есть вот так вот. Дальше давайте следующий вопрос. Что положительного принес мне канал? Да все положительное. Все положительное, во-первых, это самое главное общение. Это стимул развиваться, вышивать, показывать свои процессы, где-то красиво снимать. То есть это по-любому развитие. Это по-любому развитие, потому что чем больше ты снимаешь и смотришь себя, тем больше ты проводишь работу над ошибками. Это однозначно. И вот это вот общение девчонок, да, с которыми я познакомилась здесь, которые мне пишут, с которыми мы общаемся помимо канала, это очень ценно. И вы знаете, я попала в такую как семью, в семью рукодельниц. Мало того, там в Инстаграме мы общаемся, да, также на Ютубе мы общаемся. Это большая семья. И что бы ни говорили, все равно кругут рукодельниц, тех, которые вышивают, что-то там оформляют, он не такой большой на самом деле. И поэтому вот это вообще... Я вообще не представляю, что бы я делала без этого общения, вот честно говорю. Раньше у меня на работе были коллеги, девчонки, которые вышивали, кого-то я подсадила сама даже на иглу. Вот. И, знаете, мы приходили, вот мы собираемся утром, да, еще там не открылись, и вот мы, ну чего ты там, как, сколько вышло? Ой, а давайте там кто-то закажем. Ой, девчонки, у меня вот здесь ошибка, что мне делать? Посмотрите, какие новые дизайны. И вот ты приходишь, ты вся в этом общении. Это тебя подбадривает так. И вот потом я ушла с этой работы, и мы перестали, естественно, девчонки... Ну, как мы общаемся, но, естественно, не каждый день, как раньше, да. Мне очень-очень этого не хватает, и поэтому вот это, наверное, такая замена. Замена этому. И, конечно, с появлением канала появилось больше знакомств, больше девчонок. Потом есть девчонки, которые мне пишут там в личку, мы там общаемся. Есть девчонки, которые дают советы мне, девчонки, которые чем-то делятся, присылают там какие-то открытки, подарки, мы где-то встречаемся, бывает там, да. Ну, то есть это вообще, это мега... Ну, это так здорово. Вообще, вы знаете, надо ценить то, что у нас есть. И если у вас есть вот это... Я вот просто смотрю даже там по работе. Девчонки рассказывают. Вот пришла, там села на диван, там дела поделала, всех покормила, всех это. Думаю, а чем вот ты дальше занимаешься? Ну, вот чем? Вот у тебя нет вот этого хобби никакого. Есть девчонки, которым я предлагала, вот из последних даже две подсели. Одна на маску, другая на вышивку. И вот они приходят, сейчас уже там что-то говорят. Но, опять же, говорят очень робко, очень тихонечко. Все этого стесняются почему-то. Но вот я думаю, блин, как же нам повезло, что у нас это хобби есть. Потому что, как уже говорила, хобби дается в награду, и дается оно не каждому. И если у нас от этого только позитив, ну, это супер. Это супер. И надо этим, конечно, пользоваться. Так, последний вопрос. Какая у меня мечта? Мечта. Самая большая моя мечта, это, конечно же, рукодельный уголок. У меня нет, можно сказать, никакого рукодельного уголка. И моя квартира это вообще никак не позволяет. Поэтому у меня чисто вот такой уголок, ну и плюс диван, да, на котором я там сижу, что-то делаю. Конечно, я мечтаю, и у меня в мечтах, что это какой-то дом у нас, и в этом доме есть второй этаж, и на втором этаже большие окна, и у меня есть мой стол у окна, у меня хорошее освещение, у меня есть какие-то там шкафчики, какие-то полочки. И, конечно, это вот самая глобальная такая моя мечта, да. Что еще? Мне хочется, чтобы... Конечно, мои процессы доводились до конца, но это все, конечно, от меня зависит. Это больше не мечта, это труд, да. Если ты будешь к этому идти, у тебя все получится, но об этом мечтать как-то не очень. Конечно, мне хочется... Больше возможностей, чтобы чем-то себя баловать, но если уж так говорить объективно, у меня очень много запасов, и как бы есть, что вышивать. Из, давайте, таких материальных, реальных, да, мне хотелось больше наборов, наверное, лан-арта стареньких. Они очень дорого стоят, и поэтому все-таки... Ну, не то, что хотелось их позволить, я не хочу тратить бешеные деньги на эти наборы, потому что, ну, реально, они того не стоят, все равно это ниточки и схема. То, что мне нравится именно этот художник и именно эти наборы, ну, не говорит о том, что я должна на них очень-очень много тратить. Так, мне хочется, знаете, что станок Зея? Вот этот маленький, но он дорогой, и поэтому я, конечно... Нет, наверное, я не могу себе его позволить, это дорого. Дальше. Ну, все-таки, наверное, давайте к уголку вернемся. Мне хочется мой маленький столик, но это как-то организовать надо, как придумать, что это. То есть чисто по материальным, по деньгам, да, я бы, конечно, его себе купила, но мне просто некуда его ставить. Дальше. Мне хотелось бы, чтобы из материального что? Да, наверное, больше ничего. Ну, а что можно еще хотеть? Ну, из мелкого хорошей нити вдеватель, наконец, найти, да, там. Астовы у меня есть, наборы есть, схемы есть, нитки есть. Ну, да, мне хотелось бы иметь полную палетру DMC, но, опять же, так я авторские схемы не вышиваю, это только для каких-то стареньких схем, для подборов. Вот. Только, наверное, для этого. Что еще? Так, ну, снимаю я, бывает, там в саду, поэтому мне хотелось бы какую-то беседку, но это тоже все можно организовать, это не так сложно. Больше времени, ну, наверное, да, больше времени для того, чтобы больше вышивать. Вот. И, вы знаете, еще такая одна большая-большая мечта, со зрением у меня сейчас проблемы, и мне хотелось все-таки найти нормального офтальмолога, который мне в этом бы, наверное, помог. То есть, я обращалась в одно место, не очень там мне помогли, поэтому, наверное, да, потому что я реально понимаю, когда ты берешь руки-пяльцы, и ты особо ничего не видишь, это, это, конечно, страшно, очень страшно, особенно, когда у тебя до этого было зрение почти идеальное, вот. То есть, я с этим столкнулась, и это вот, конечно, не очень хорошо. Так, ну, на этом все, я с вами повышевала, вот, почти дошила солнышко, не торопилась никуда, иначе, если я буду углубляться в вышивку, я перестану отвечать, поэтому, ну, вот вышла, немножко вышила, цвет будет нечеток, совпадает, нормально должно получиться, ну, тут еще, повторюсь, вот тут будет бэк наверху, поэтому он перекроет. Вот, спасибо всем огромное за внимание, за то, что меня посмотрели, послушали. Я надеюсь, не очень было нудно, и, возможно, интересно. Так, и давайте еще передам этот марафон. Так, ну, и свой новогодний тег я передаю. Ну, очень мне хочется, чтобы ответила на эти вопросы Юля, канал Маус Юлия Раньше, сейчас Уютную Рукоделью. Юлечка, мне будет интересно послушать твои ответы на вопросы, потому что ты все-таки давно снимаешь, много и очень-очень результативно. Вот, очень хотелось бы послушать тебя. Потом канал Embroidery Wishes, это канал Оли, не так давно я ее нашла. Нравится мне ее и видео, тоже приглашаю вас посмотреть про то, что снимает она. Также канал Саши Ковалевой, ну, ей уже приглашение отправлено, но она пока вот не отвечает, поэтому, Саша, отвечай на вопросы, нам будет очень интересно. И еще мне бы очень хотелось послушать ответы Инны Бройдере. Я знаю, что сейчас видео она не снимает, но все-таки может быть, она ответит на них в Инстаграме. Инночка, давай, ответь, пожалуйста. Вот, в инфобоксе оставлю всю информацию, оставлю вопросы, ну и до новых встреч. А, смотрите, какое солнышко получилось. Видите, мне даже нравится, что я поменял, ниточки получилось такое, как-то, знаете, от светлого к темному переход. В общем, я довольная. вытащила ее погулять на улице. Тут еще немножко осталось. Буду дышать. Ну и спасибо, что были со мной, спасибо, что послушали. До новых встреч. Пока.